Как сделать ожидание ребенка и его рождение комфортным, удобным и полезным? Год назад этими вопросами озаботились в Центре материнства фонда Металлург и на кафедре психолого-педагогического образования МГТУ. Совместно они разработали большой проект, который стал обладателем президентского гранта. На подведение итогов его реализации побывала наша съемочная группа. Местом подведения итогов уникального по своей задумке проекта стал уютный малый зал дворца Арджиникидзе. Он гостеприимно распахнул свои двери для 320 работниц промышленных предприятий города. Благодаря интересному положению они стали участницами этого проекта, который, по признанию мам, превратился для них в 9 месяцев счастья. А началось все с Центра материнства, в котором, помимо оздоровления беременных женщин, решили заняться еще и укреплением института семьи. Более года назад, это была зима 2018 года, была создана группа, в состав которой вошли, безусловно, коллеги Центра материнств и наша кафедра. И мы стали придумывать вот эту нашу инициативу, какие условия мы можем создать для того, чтобы сделать комфортными условия ожидания ребенка для мам, которые работают на градообразующем предприятии. Беременность меняет жизнь не только женщины, но и всей ее семьи. В этот период появляется масса проблем, которые будущая мама зачастую не может решить самостоятельно. Например, как организовать собственный досуг, где получить полагающееся по закону пособие, и как не свести мужа с ума, когда настроение меняется каждые пять минут. Разрешить все эти вопросы и был призван новый проект, в рамках которого с беременными женщинами работали юристы, врачи, педагоги и психологи. Я в восторге вообще от психолога, который с нами работал, это Слепухина. Мне очень понравилось с ней работать. С детьми, во-первых, я наладила отношения, то есть была до этого вспыльчивым человеком, как бы, да, ну, в связи, может, с работой еще. Она помогла наладить контакт, то есть с детьми, вообще с огрушающими, с мужем у нас, как бы, спокойные отношения, то есть нет такого вот, все равно при беременности, это гормональные сбои и так далее. То есть в любой момент можно было позвонить, они поддержат тебя. Стоит отметить, что мужья также стали активными участниками индивидуальных консультаций, групповых и семейных тренингов. Помимо этого, в рамках проекта проводились кинолектория, кинезотерапия, уроки пеленания, оздоровительные занятия в аквапарке. Все это сыграло большую роль в укреплении семейных отношений, а также помогло парам осознать, что значит быть родителем и подготовиться к рождению ребенка. Ну, какие результаты? За эти 9 месяцев у нас родилось 152 ребеночка, 90 девочек и 62 мальчика, то есть девочки побеждают. Эти итоги бесспорно стали вдохновляющими. Поздравив педагогов МГТУ с успешным завершением проекта, руководство благотворительного фонда «Металлург» пообещало не останавливаться на достигнутом, отметив, что эти инновации отныне должны стать нормой жизни для находящихся в интересном положении жительниц города. Я вас поздравляю с завершением проекта, но хочу сказать, что наше партнерство с нашими замечательными педагогами продолжится. Принято решение и согласовано с руководством МГТУ продолжить замечательные занятия уже в рамках нашей работы в центре материнства.